Лидеры стран ЕС собрались на свою первую встречу после выборов в Европарламент, которые ознаменовались беспрецедентным прорывом евроскептиков и радикалов. На неофициальном саммите в Брюсселе с кандидатурой нового председателя Еврокомиссии они пока не определились. Однако выразили готовность выработать политику, которая помогла бы им вернуть потерянное доверие европейских избирателей. Приоритеты этой новой политики определил председатель Евросоюза Херман Ван Рампёй. «Евросоюз ещё только оправляется от финансового кризиса, поэтому ему нужна повестка дня, нацеленная на долгосрочный экономический рост, развитие конкурентоспособности и рынка труда. Нам нужен развитой и хорошо отлаженный монетарный союз на фоне сохранения единства ЕС», – сказал Рампёй. Выборы в Европарламент выиграла объединяющая консерватора Европейская народная партия. Её лидер Жан-Клод Юнкер надеется возглавить и Еврокомиссию. Депутаты Европарламента его кандидатуру уже поддержали. Однако задающий тон ЕС Великобритании и Германии требует сначала провести консультации с политическими фракциями. Эту позицию поддержала и Венгрия. Канцлер Германии Ангела Меркель не проявила особого энтузиазма, когда её попросили поддержать кандидатуру бывшего премьера Люксембурга на пост главы Еврокомиссии. Если лидеры ЕС и депутаты Европарламента не смогут достичь компромисса в течение нескольких недель, это может положить начало затяжным дебатам в Брюсселе. И это в то время, как избиратели торопят правительство предпринять конкретные действия для укрепления экономики, передаёт из Брюсселя корреспондент Евроньюс.